На рисунке изображен колодец журавлём. Короткое плечо имеет длину 4 метра, а длинное плечо 6 метров. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1 метр? Для начала сделаем схематическое изображение нашего журавля. Запишем данное. АО равняется 4 метра. ОЦ равняется 6 метров. Короткое плечо АО поднимается на высоту 1 метр. АН равняется 1 метр. Изобразим. Нужно найти, на какую высоту опустится длинное плечо. ЦК. Также изобразим. Найти ЦК. Обозначим наши данные на рисунке. Длина короткого плеча АО 4 метра. Так как плечо у нас не меняет длину, следовательно, БО также равняется 4 метра. Длинное плечо ОЦ равняется 6 метрам. ОД будет равняться также 6 метрам. АН. Высота подъема 1 метр. Обозначим углы для удобства. Угол АОБ это будет угол 1. Угол ДОЦ это будет угол 2. Угол ОДЦ будет углом 3. Угол ОЦД будет 4. Угол БАО будет углом 5. Угол АБО будет углом номер 6. Итак, угол 1 равен углу 2. Так как угол АОБ и угол СОД это вертикальные углы. Угол 3 равен углу 4. Так как треугольник ОЦД это равнобедренный треугольник по равенству плеч. Угол 5 равен углу 6. Так как треугольник АОБ это равнобедренный треугольник по равенству плеч. Сумма углов треугольника равна 180. А так как углы 4 и 3 это углы при основании равнобедренной треугольнике, то они равны. Тогда угол 3 равен углу 4. И все это будет равняться 180 градусов минус угол 2. Деленое на 2. Угол 5 равен углу 6. Так как это равнобедренный треугольник. И углы 5 и 6 это углы при основании. Следовательно будут равняться 180 градусов минус угол 1. Деленое на 2. Так как правые части у нас равны. Мы можем сделать вывод, что левые у нас будут также равняться. То есть угол 3 равен углу 4. Равен углу 5. И равен углу 6. Так как угол 1 равен углу 2. Как вертикальное. А угол 5 равен углу 4. Это из выше доказанного. Мы можем сказать, что треугольник АОБ подобен треугольнику СОД. По двум углам. А раз треугольники подобны, то их стороны будут пропорциональны. То есть АО так относится к СО. Как БО относится к ОД. Также АБ относится к СД. Тогда у нас получается, что АБ деленное на СД будет равняться. АО. АО это у нас 4. К СО. СО это у нас 6. Сократим. Получается 2 третих. Так как угол 6 равен углу 3. Отсюда можно сделать вывод. Что прямая АБ параллельна прямой СД. Так как угол 3 и 6. Это накрест лежащие углы при прямых АБ и СД. И секущий БД. Прямая АБ параллельна прямой ДК. Так как эти прямые параллельны земле. А так как прямые параллельны. Следовательно. Угол ХБО будет равен углу ОДК. Как накрест лежащие углы при прямых БХ и ДК. И секущий БД. Угол АБХ равен угол ХБО минус угол 6. Угол СДК равен угол ОДК минус угол 3. Так как угол 3 равен углу 6. Это мы ранее доказали. А угол ХБО и ОДК равны. Это мы тоже ранее доказали. Отсюда можно сделать вывод. Что угол АБХ равен углу СДК. Угол АХБ равен углу ДКЦ. Так как они равны 90 градусов. Это получено при построении. Отсюда можно сделать вывод. Что треугольник АХБ подобен треугольнику СКД. А раз треугольники подобны. Следовательно их стороны пропорциональны. Тогда мы получаем АХ так относится к СК. Как АБ относится к СД. Тогда СК равняется АХ на АБ деленное на СД. Тогда СК равняется АХ это 1 метр деленное на АБ деленное на СД. А это мы ранее получили. Это 2 третьих. Разделив получаем 3 вторых или 1,5 метра. Запишем ответ. СК равняется 1,5 метра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.